Детство Галины Шаюк прошло в блокадном Ленинграде. Дом, где жила семья, был разрушен и людям пришлось искать новое убежище. Это было страшное время. Голод, холод, бомбежки. Воспоминания застилают глаза. Тяжело говорить. Но они, дети войны, несмотря на боль и страдания, должны рассказать ребятам правду о Великой Отечественной. Правду о том, какой ценой далась победа. Сейчас очень легко найти всю информацию через интернет. Но увидеть человека, который пережил это, это, конечно, в какой-то степени очень важно. Для вас и для нас тоже, наверное, что мы не забыты, что те все страдания, которые мы пережили, это все-таки останется в назидании по следующему поколению, чтобы они боролись за то, чтобы не было войны. Для ребят встречи с участниками Великой Отечественной войны имеют колоссальное значение. Они вслушиваются в каждое слово гостей. С трепетом и глубоким чувством уважения смотрят на ветеранов. На самом деле это очень важно, слышать из уст, которые это видели лично. Вот это очень интересно. И я советую, чтобы каждый так встретился с блокадником или с любым другим участником войны. Ветераны часто приходят в школы и детские сады, проводят беседы с ребятами. В этот раз была еще одна важная миссия открытия выставки, главными экспонатами которой стали настоящие предметы быта, первой необходимости газеты и книги того времени. Каждой вещью можно прикоснуться, изучить и запомнить подвиг людей, которые ценой собственной жизни переломили ход истории. Мы постарались в этом году в рамках одной выставки, она можно сказать, что не очень большая, но объединить сразу несколько очень хороших коллекций. Потому что к нам поступили материалы, газеты оригинальные из города Героя Ленинград. Там есть замечательный коллекционер, который поделился и просто нам целую кипу передал. У нас там лежат от 40-го года начиная и до 47-го. Подборка прессы. Все можно будет посмотреть. У нас очень хорошая подборка литературы, особенно последней. Из всего этого дела сильно выделяется работа Николая Ломагина, которая связана с тем, что он собрал все документы, которые по блокаде были в доступе. И наши, и не наши, и письма блокадных ленинградцев. И все это можно посмотреть, как это происходило с той стороны, как это происходило с нашей стороны, как это происходило с точки зрения спецслужб. То есть все в одной книге объединено. Очень удобно. На выставке восьмые классы организаторы планируют тщательно подготовить этих ребят, чтобы они самостоятельно могли проводить открытые уроки по теме блокада Ленинграда. Для учеников из других параллелей, а возможно и школ. Мария Шмоткова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.